Андрелли Хироис Андрелли Хироис дебютная игра, созданная французской компанией Magic Dazing Studios, одних из тех, кто создавал знаменитый круг Ра Рейма. Основное повествование берется из китайской мифологии про царя обезьян и трех его спутников, цель которых вернуть обрывки свитка, который должен восстановить гармонию и баланс в мире. Игра построена в сказочной тематике и уклоном на югу. В интернете было очень много обсуждений, что игра похожа на трайм, механика переключения героев и выполнение головоломок. Как оказалось на практике, так оно и есть. Каждый герой походит под определенную ситуацию в решении задач и уничтожении врагов. С каждой главой прохождение становится все сложнее и сложнее. Игра не заставит вас заскучать, так как в ней появляются все более и более изощренные головоломки, которые не раз заставят вас напрягать извили. Из плюсов игры можно отметить очень красивую графику и литературу китайской мифологии. В этом плане кампания отнеслась достаточно серьезно. Так же, как было ранее сказано, постоянно меняющиеся головоломки и изменения этапа игры. По поводу минусов. Первое и самое ключевое – баги с платформой. В начале игры я наблюдал некие баги, когда ты должен был ухватиться или забраться, но игра решила «нет, братишка, ничего подобного». Ты просто падаешь вниз. Не раз вызывало у меня очень жесткое горение жопы. Второе – это бесполезность монет, которые дают всего лишь дополнительные скрин-героя. Третье – это ПВП. Возможно, разработчики планируют, что благодаря ПВП игроки останутся подольше. Вот только это не так. Большинство игроков после прохождения игры просто пойдут дальше. Четвертое – резкое начало игры с четырьмя героями. Создает впечатление оторванной иллюстрации. На мой взгляд, гораздо интереснее было бы добавить поиснования в промежуточное появление каждого героя. Добавлением какого-то интересного момента из их жизни. А так, начиная со старта, разработчики унуждают нас играть одновременно на каждом герое. Пятое – это тематика сюжета. Честно говоря, она мне показалась очень унылой и скучной. В отличие от Dust or Dust, Ori и Sander, в ней нет изюминки. Постановить баланс мира слишком просто и скучно. Среднее время прохождения составляет плюс-минус 500 минут, с учетом того, что вы будете собирать монеты или не будете собирать монеты. Также возможны и все иллюстрации. Подведем итог. Дюбит был, откровенно говоря, неплохим, но и нехорошим. Красивая графика, литература, китайская мифология, интересные головоломки в каждой игре. Возможность играть на одном экране с другом. Из минусов – баги с платформами, бесполезность монет, резкое начало с четырьмя героями и отсутствие запоминающихся моментов поиснования всего сюжета. Некоторые моменты заставят вас улыбнуться, но игра не запомнится вам надолго. Как мне кажется, игра подходит для двух типов людей. Первый – это для любителей головоломок, и второй – для тех, кто фанатеет от китайской мифологии и литературы. Заранее извиняюсь за плохой микрофон, я записывал данные видео с ноутбука. Я недавно только начал вновь заниматься своим каналом, поэтому буду очень рад, если вы оставите честный комментарий под видео. Всем большое спасибо за просмотр.